Всем привет, дорогие друзья! Bonjour à tous mes chers amis! Всем привет, мои любые друзья! С вами Гайене, и вы смотрите видео-уроки по изучению французского языка. Сегодня мы встречаемся с вами в видео из плейлиста «Разбор песен». Да, на моем канале есть множество плейлистов, постоянно об этом напоминаю, чтобы по тематикам смотреть и изучать французский, а именно уроки французского с нуля и до B2, пронумерованные, уроки украинскую мову, такой же в хронологичном порядке, пронумерование для початкипцев. Есть отдельно разбор песен, разбор фильмов, разбор интервью знаменитостей, чтение книг с комментариями и отдельный плейлист с моими советами. Все плейлисты указаны в описании, заглядывайте. А сегодня, как я уже сказала, у нас разбор песен и разбирать мы будем хит нулевых под названием «Ма филозофии» от певицы Амель Бент. Не знаю, как у вас, но у меня эта песня ассоциируется как раз с, наверное, 2005-2006 годом, когда я только поступила на факультет лингвистики, и вот тогда вот эта песня как раз звучала отовсюду, по крайней мере в Киеве звучала отовсюду. Так что у меня с ней связаны какие-то такие приятные воспоминания, «Ма филозофии», ну и текст песни на самом деле хороший, там есть полезная лексика, и сегодня мы разберемся и с лексикой, и с интересными какими-то грамматическими моментами, лексическими конструкциями. Итак, слушаем. Амель Бент – «Моя философия». Тут у нас идеально вписывается вот эта конструкция любимая мною и французами. Вокруг глагола это означает «Только лишь». «У меня есть только одна философия». «Быть принятой, как я есть». Дословно. То есть, чтобы меня принимали такой, какая я есть. Смысл, да? «У меня есть только одна философия». «Чтобы меня принимали такой, какая я есть». Услышали следующие строчки? «Малгре то, что он мне говорит», «Малгре то, что он мне говорит», дословно перевожу. «Малгре» – это «несмотря на». «Малгре то, что он мне говорит». «Несмотря на все, что мне говорят». «Я остаюсь с кулаком вверх». «Лю пуин» – это «кулак». «Лювэ» – это «поднятый». Вы видите даже ее жест. Она вот там в течение всего клипа будет поднимать кулак вверх. Но нужно понимать по смыслу. То есть, мы можем это перевести как «я остаюсь с высокоподнятой головой». «Я продолжаю бороться». То есть, такой смысл. «Несмотря на все, что мне говорят». «Малгре то, что он мне говорит». «Я остаюсь с поднятой рукой вверх». Ну, вы поняли по смыслу, что «я не сдаюсь». «Я продолжаю держать голову вверх», наверное. «Я держу голову вверх». Можно и так сказать. «Я остаюсь с поднятой рукой вверх». «Лю пуин» – это «кулак». Напоминаю, «Ан дуа» – палец. «Ла ма» – рука. «И ло бра» – это вся рука. Вся часть, да? Слушаем дальше. «Пур лу мейёр ком лу пир». Дословно, «для самого лучшего, как и для самого худшего». Но, по смыслу, это и в самые лучшие времена, и в самые худшие времена. В любых ситуациях, то есть, да? «Пур лу мейёр ком лу пир». «Я мэтиска, но я не мученица». Ну, «мэтис», вы знаете, это когда смешение рас. «Мэ па мартир, но не мученица». «Ан мартир» или «юн мартир», «Мученик, мученица». «Я иду вперёд». Вы знаете глагол «авансer» – «двигаться вперёд». Мы просим на работе «аванс», то есть, чтобы нам деньги дали наперёд, да? Логика. «Я иду вперёд с лёгким сердцем, но всегда с кулаком поднятым вверх». Опять же, вы понимаете по смыслу. Всегда полна решимости. «Мэ тужу лёпун лёвэ». «Лёвэй ла тэт, бомбэй ле торс, санцез редублэй дефор». «Лёвэй ла тэт, бомбэй ле торс, санцез редублэй дефор». «Лёвэй ла тэт, поднять голову вверх». «Бомбэй ле торс». Вообще, глагол «бомбэй» – это «выпячивать», то есть, «выпячивать торс». Но, как мы, наверное, скажем, «выровнять осанку». «Поднять голову, выровнять осанку». «Лёвэй ла тэт, бомбэй ле торс, санцез редублэй дефор». «Санцез» – это «без прекращения», то есть, «постоянно» мы можем перевести это, да? «Без прекращения», «постоянно редублэй дефор». «Дублэ» – это «дублировать», то есть, «делать вдвойне». «Редублэй», то есть, «ещё раз» и «ещё раз», да? «Прилагать усилия», «редублэй дефор». «Постоянно прилагать всё больше и больше усилий». «Ла bike, ну ман лэс па лёшоа, je suis лас ki ba le roi». « salts» – «le roi». «Ла bike, ну ман лэс па лё diss о droit». «Жизнь мне не оставляет выбора». «Ла bike, ну ман лэс па лё сча». «Тут вот это вот «ayn» означает, «жизнь мне на всё это не оставляет выбора». Ну, если дословно. Можно было бы «Ан» убрать, тогда фараза была бы нейтральна, то есть жизнь вообще мне не оставляет выбора. Но «Ан» указывает, что нужно поднимать голову, нужно выпрямлять осанку, нужно продолжать бороться. Мне жизнь во всем этом не оставляет выбора. «Я туз, который бьет короля». «Ас», обратите внимание, «эс» читается, без исключения, это «туз». Ну, и «le roi» – это «кароль». Услышали? Дальше. «Malgré nos pènes, nos différences et toutes ces injures incessantes». «Malgré nos pènes», опять слово «malgré», «несмотря на…» Кстати, обратите внимание, во французском просто «malgré», там нету никаких дальше предлогов. Вот мы говорим «несмотря на…», а тут просто «malgré nos pènes», «несмотря на наши неудачи», «горести», «nos différences», «наши различия» «Et toutes ces injures incessantes». И все эти непрекращающиеся оскорбления. «Une injure» – это оскорбление. И «incessant», «incessante», «непрекращающийся», «непрекращающаяся» тут в данном случае женский род. Это, кстати, идет от глагола «cesser», «прекращать». И у нас тут было с вами выражение «sancès», «без прекращения», да, вот общий корень. И тут прилагательное «incessant», «incessante», «непрекращающийся», «непрекращающаяся», да. «Несмотря на наши горести», «различия» и «все эти непрекращающиеся оскорбления», «malгрé nos peines, nos différences» и «toutes ces injures incessantes». «Мои, я леверай» «le point», «encore plus haut», «encore plus loin». «Я», «я падни му кулак», «je леверай», «будушевремя», «lеверай», «вы слышите «р» на конце, да, «будушевремя», «я падни му кулак», «le point», «encore plus haut», «eщё выше», «encore plus loin», «eщё дальше». То есть, понимаете, что я буду продолжать бороться, я буду продолжать достигать, да, того, что хочу. Такой смысл. И дальше припев. «Vise la lune», «ça ne me fait pas peur». «Vise» – это вообще «целиться». Но тут она поет «vise la lune», то есть «целиться к луне», то есть «дотянуться до луны», «метить к луне». «Vise la lune», «ça ne me fait pas peur», «это меня не пугает». То есть, вы понимаете по смыслу, если даже нужно будет поехать на луну, полететь на луну, это меня не пугает. «Vise la lune», «ça ne me fait pas peur». «Même à l'uzure, j'y crois encore et encore». «Même à l'uzure, j'y crois encore et encore». «Même à l'uzure», даже в состоянии изнеможения, в износе, да. «Uzure» идёт от глагола «user», использовать, да, «utiliser», «user», «user», «usure» – это существительное, то есть вот использование, износ, полное изнурение. Даже вот в полном изнурении «j'y crois encore et encore». «Я в это всё ещё верю всем своим сердцем». «J'y crois» вот и это в это верю, что можно и до луны дойти, да, «vise la lune». «Des sacrifices, si le faut, j'en ferai». «Des sacrifices, si le faut, j'en ferai». «Des sacrifices, жертвы». Но в данном случае имеется в виду, когда вот чем-то мы жертвуем. «Я пожертвовала, например, своим временем» или «Я пожертвовала двумя годами своей жизни» на что-то. Вот в этом значении. «Des sacrifices, чем-то пожертвовать, si le faut, j'en ferai». «Если это нужно, я это сделаю». «Si le faut, j'en ferai». «Если понадобится, я это сделаю». «J'en ai déjà fait, я это уже делала». «Si le faut, j'en ferai». «Если это нужно будет, я это сделаю». «J'en ai déjà fait, я это уже и делала». Это уже на прошедшее время, «le passé composé». «Mais toujours le point levé». «Но всегда с кулаком поднятым вверх». Вы понимаете по смыслу, что это значит. «Еще раз куплет, vis de la lune, ça ne me fait pas peur. Même à l'uzure, j'y crois encore et encore. «Des sacrifices, si le faut, j'en ferai». «J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé». «Метить к луне, дотянуться до луны, это меня не пугает. Даже в изнеможденном состоянии, я в это верю всем своим сердцем». «Сделать жертвы», и если нужно, я это сделаю. Я это уже делала, но всегда с кулаком вверх, то есть с высоко поднятой головой, полна решимости. «Я не такая, как все эти девушки, которых внимательно рассматривают, которых раздевают. Я не такая, как все эти девушки, на которых пялятся и раздевают, может быть, глазами. У меня есть формы и округлости. Это я дословно перевожу, то есть я девушка с формами. Вот какой смысл. То есть у меня не идеальное тело в плане общепринятых норм. «J'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs». Ну и следующая фраза, если дословно. «Это служит тому, чтобы разогревать сердца». Ну, опять же, можете предложить ваши варианты, как это лучше перевести, но смысл такой, да, что я девушка в теле, у меня, может, не идеальная фигура в общем понимании, ça sert à réchauffer le cœur, но это греет сердце людям. Ваши варианты пишите в комментариях. «Fui d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière». «Fui d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière». Девочка из обычного спального района. «Fui d'un quartier populaire». «Un quartier populaire» – это такой обычный спальный район, мы говорим, да, где обычные люди живут, да, работяги. «J'ai appris à être fière». «Я там научилась быть гордой». И дальше она объясняет, чем гордиться, да. «Я там научилась гордиться». «Я там научилась гордиться больше любовью, чем нищетой, несчастьем». «Мизère» – это вообще как бы нищета, прямо в переносном значении. «Bien plus de cœur que de pierre». «Больше сердцем, чем камнем». Выражение «être fière de quelque chose» – это гордиться чем-то, да. Я вот в этом районе, в своем квартале, в спальном районе, научилась гордиться больше любовью, чем нищетой, и больше сердцем, чем камнем. «Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis». «Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis». Повторяйте на первой строчке. «У меня только одна философия – быть принятой, такой, какая я есть». «Aвег ла форс и лceu рир, ле поин леве вер ла в技- . «Авег ла форс и л сuren, ле поин леве vers ла в技-..." Полностью устремленное в будущее. Она повторяет уже строчки. Поднять голову, выровнять осанку. Без прекращения, sanscès, редoubler d'effort. Прилагать снова и снова множество усилий. Ну и дальше опять она повторяет строчки. Си лави не ман лясь па ле шоу, я лась ки ба ле роа. Жизнь не оставляет мне во всем этом выбора. Я тус катору бьет караля. Ну и дальше повторяет строчку. Визе ла луне, са не ме фе па 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 па, мем а лужури, жи крои encore и а коер. Де сакррифисе, си ле феу, жан феу, жан феу, жан феу, жан и деја феу, ме тужур, ле па ле па ле ве. Целиться к луне, это меня не пугает, даже в изнуренном состоянии я в это верю всем своим сердцем. Чем-то пожертвовать, если нужно. Я это сделаю, я это и уже делала, но всегда полна решимости. Mais toujours le point levé vers l'avenir. Ну и выделим отдельно немного лексики. Выражение «ne que» означает «только лишь», «je n'ai qu'une philosophie», у меня только лишь одна философия. «Malgré tout ce qu'on me dit», «несмотря на все, что мне говорят». «Malgré» означает «несмотря на». Кстати, после «malgré» не стоит никаких предлогов, вы уже заметили. «Мартир», «un martyr» или «une martyr», «mucеник», «mucеница». Le point levé, поднять твой кулак вверх, lever le point, поднять кулак. «Sansesse», «pостоянно», то есть «не прекращая», если дословно. «Sansesse», «redoubler de fort». «Постоянно предлагать еще и еще усилия». «Je suis l'as qui bat le roi», «ya», «туз», «который бьет короля». «Une peine», «горесть», «печаль». «Malgré nos peines», «несмотря на все наши горести». «Une enjure», «оскорбление». «Des enjures encessantes», «непрекращающиеся оскорбления». «Visez la lune», «целиться к lune», то есть «целиться на луну», переводите как хотите. «Luzure» – это «изнурение», «износ». «Faire des sacrifices», «жертвовать чем-то». «Des sacrifices», «si le faut, j'en ferai». «Жертвовать чем-то», «если нужно, я это сделаю». «Un quartier populaire», «обычный район», где живут работяги. «Спальный район», можем мы, наверное, перевести в наших реалиях. «Etre fier de quelque chose», «гордиться чем-то». «J'ai appris à être fier bien plus d'amour que de misère». «Я там научилась быть гордой намного больше любовью, чем нищетой». «Bien plus de cœur que de pierre». «Намного больше гордиться сердцем, наличием сердца, чем камня». Вот основное по лексике. Вот такая песня, возможно, для кого-то неожиданные слова. Ну, как по мне, песня достаточно неплохая, слова очень четко слышны, ее легко петь, и в ней достаточно много полезной лексики. Она уже засела в мою голову, я чувствую, что всю эту неделю я буду ее петь. Так же, как это часто бывает, после моих разборов песен, я еще неделю хожу и пою какую-то песню. Вот «Amel Band» явно будет не исключением с ее философией. Надеюсь, вам понравился этот разбор, и надеюсь, эта песня вам тоже понравилась. Пожалуйста, если так оно и есть, не пожалейте поставить лайк и написать свой комментарий. Также я приглашаю вас, как я это всегда стараюсь не забыть сделать, на свой телеграм-канал по ежемесячной подписке, где раз в неделю я выставляю видео-упражнения для уровней А2 и уровня B1-B2, где мы берем отдельный отрывок из фильма, из передачи, из мультика. Там я отдельно выношу лексику с примерами, все выношу на карточке Quizlet. Потом идет разбор этого фрагмента и домашнее задание. Задания бывают абсолютно разные, и я всегда проверяю задания первого участника, кто опубликует свои ответы. И, естественно, у нас там есть с вами общение, обратная связь. Я всегда участвую в переписке, отвечаю на любые вопросы. Как я сказала, телеграм-канал по ежемесячной подписке. Вы можете подписаться в любой момент, и у вас открывается доступ ко всем упражнениям. Ну, если хотите, можете отписаться или снова подписаться. В общем, весьма удобная речь через специальный бот. Ссылка будет в описании указана. На этом все. Увидимся с вами в следующих видео на моем канале YouTube. И заходите в мои другие соцсети. Сейчас ссылки указаны на экране. Merci beaucoup de votre attention. Et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. D'accord, vous avez vu, liebe друзья. Trimaymos. Au revoir. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok